Следующая новость у нас совсем хорошая. Речь в ней идет о том самом русском народе, а может сказать, и о россиянах тоже, которых так почему-то не взлюбил кинорежиссер Говорухин. Новость поступила из деревни Усть-Долысы в Невельском районе Псковской области. Там рабочие, которые что-то строили на берегу этого самого обледеневшего, слегка подмерзшего озера, вдруг заметили движение на льдине. Заметив движение, они вскоре обнаружили, что это собака, это пес черного цвета, который, по-видимому, решил покататься на коньках, что ли, или просто погулять по этому самому озеру. А может быть, с голодухи вышел рыбку половить. В общем, короче говоря, шел-шел пес, да и провалился. Ну, естественно, жить-то хочется, стал он пытаться как-то выкарабкаться из полыньи на льдину, но ничего у него не получалось. И вот наши ребята, простые русские строители из Псковской области, они решили спасти этого пса. Для этого они снарядили целую спасательную экспедицию. Взяли лодку, взяли железные ломы, чтобы лодка стала одновременно и ледоколом, и вышли на помощь собаке. Все это было заснято на видеопленку и стало greatest хитом российского кинематографа 2016 года. Прекрасные люди заняты. Наконец-то в кои-то веки наши россияне занялись благородным, бесспорно благородным делом. То есть не то, чтобы взятки какие-то брать, или произведения искусства ломать, или заключенных избивать. Нет, они решили спасти собаку. То есть это практически сюжет, ну, с одной стороны, спасти рядового Райана, да, Стивена Спилберга, с другой стороны, дед Мазай из «Зайцы». То есть настоящая, настоящая русская сага, прекрасная история. Какие там были замечательные реплики. Проебали лом, но мы не сдаемся. Черныш, сука, держись. Еще немного, и этот мудак спасен. Все, брат, ты спасен. Этим завершилась операция по спасению рядового пса Черныша на озере в Невельском районе Псковской области. Очень я люблю русский народ, чтобы там про него Говорухин не говорил. Прекрасные, прекрасные люди. Чистые. Только надо им дело дать. Дело им надо дать хорошее. И тогда с ними все будет в полном порядке. Уж поверьте мне.